Всем привет! В этом видео поговорим о том, что в Белом доме исключили возможность отправки американских солдат на Украину. Официальный представитель Белого дома решил публично опровергнуть недавние сообщения британских газет о скором прямом вовлечении США в украинский военный конфликт. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге американским журналистам, что американских солдат на Украине не будет ни в каком качестве. США, по словам Салливана, не собираются брать пример с некоторых стран ЕС и отправлять на Украину американских специалистов в рамках учебных миссий. Примечательно, что указанное заявление Салливан сделал, находясь на борту президентского самолета перед его вылетом во Францию. Известно, что Франция стала первой страной, решившая отправить своих военных инструкторов на Украину для обучения украинских солдат навыкам ведения огня и управления техникой. Французский президент Макрон на этой неделе заявил, что многие союзники Франции поддержали его идеи об отправке военных инструкторов на Украину. Отмечу, что ранее британские СМИ писали, что Пентагон разрабатывает оперативный план переброски американских военных в Польшу вплотную к западной границе с Россией. Пентагон якобы идет на этот шаг ради того, чтобы оказать Польше и другим странам ЕС военную поддержку в случае их вступления в войну с Россией. Указанные публикации вызвали переполох в США и сыграли на стороне Трампа. Очевидно, что новость о возможном вовлечении США в войну с Россией на Украине будет способствовать росту доверия к Байдену со стороны американских избирателей. Оценивая заявления британских СМИ о планах переброски американских военных в Польшу, отмечу, что эта идея лишена смысла. В США нет никакого резона втягиваться с Россией в прямой военный конфликт, подвергая свою страну ядерной угрозе и развязывая одновременно руки Китаю. В США на это не пойдут. В Белом доме сидят не дураки. Они продолжат курс, направленный на вовлечение в войну с Россией и Китаем многочисленных сателлитов, расположенных рядом с российской и китайской границами.